Девочки, пришла я к косметологу на пилинг. Первый раз буду делать. Я делала три раза курсом биоревитализацию. Мне очень понравилось. Теперь решила пилинг сделать. Он не шелушится. Загорать мне нельзя. Вот я себя переборола. Вы же знаете, я люблю загар. Вот сделаю перерыв. Юль, как называется этот пилинг? Пилинг этот называется Alma Lift. То есть в своем составе он содержит миндальную кислоту, различные витамины, много других кислот дополнительно. И обязательно содержит дмай, который дает лифтинг-эффект. То есть миндальная кислота в данном случае у нас будет как раз хорошо. Ее можно применять при куперозе. И плюс пилинг этот всесезонный. То есть у него нет противопоказаний по времени года. Шелушение он не дает при гиперпигментации. И как раз для того, чтобы немножечко оживить кожу. Вот у меня как раз, у меня же это, вот эти сосуды, да? Да, для сосудов очень хорошо. Там содержится также еще и витамин С, поэтому он будет укреплять тоже сосуды. Он будет как антиоксидант. Вот, это мультипилинг, то есть пилинг, в составе которого содержится много разных кислот. Просто вот одна из них, это как раз миндальная кислота в сочетании с дмайом. Но его тоже надо курсом делать? Ну, желательно, да, но можно и просто как процедуру на выход. Вот, вот так вот. Так что рассказали вам, девчонки, делайте пилинги. А я покажу результат вам дальше. Сама лепила пельмени, вот осталось немного. Сейчас сварю на мукбанг. Ох, пельмешки вкусные. Что-то прям захотелось, давно пельмени не ела. Надо будет еще налепить, потому что все закончилось. Пусть подругам раздала, угостила. Ну, вот осталась порция, мне как раз она могла. Глубоко и нежно приветствую на своем канале. Как всегда, мукбанг и самая интересная тема у меня на канале. Показала вам, что я сделала пилинг. Мой косметолог рассказал название, на что действует, для кого и так далее. Двухминутное видео. Так что не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мои соцсети, которые указаны в ВК. Сообщество, которое я тоже буду проводить. Возможно, прямые эфиры, туда рецепты. Ну, кому следить за мной, ВК, кстати, удобная площадка. Я вот сегодня не накрашу, но как вот у меня чуть-чуть карандаш на губах. И чуть-чуть румяна я себе сделала. Ну, чуть-чуть вот так вот пальчиком. Потому что нельзя краситься после пилинга. Но я вам могу сказать, меня уже все радует. Кожа свежая. Знаете, такая вот... Вот прям свежая, майская роза. Ну, давайте есть пельмени. Это мои пельмени уже все. Последние я доедаю. Про них забыла. Вот осталось 14 штук с уксусом. Пельмени с уксусом. Кстати, я хотела побольше с перцем. С уксусом пельмени, с майонезом, с черным перцем. Ой, как будет сейчас вкусно. И история подписчицы. Про очередного мудака. Но тут я даже глубже бы хотела с вами копнуть. Тут не только про мудака история. Тут еще развилась у девушки фобия. Домашние пельмени. Это топ. Домашние пельмени. Вот, кстати, закончились пельмени. Я думаю, надо еще налепить. Пускай в холодильнике будут. Пускай будут. Это удобно, вкусно. И тем более, когда домашние. Ты знаешь, какое мясо ты положила. У него с бульоном. Обожаю с уксусом. Хорошая история. Связалась молодая девчонка с мудаком. Ну, как связалась. Ей понравился парень. Она ему написала там сама в ВК. Думает, ну, вдруг свободен, да? Кстати, а вы пишите сами первым мужчинам, девочки. А ну, пишите мне в комментариях. Написала, начали общаться. В итоге они там месяц с ним прообщались. И он, знаете, вот... А зачем ты? Ты там будешь толстая, как все учителя. Она учительница. Это по преподавателям девушка. Работала или работает до сих пор. Ты что, будешь жирная, как все учительницы. Ты что, будешь это? И то есть, блядь, эти люди из-за своей низкой, видимо, самооценки пытаются нам... Вы замечали, да, есть такое? Пытаются нам говорить о своих же комплексах, только в виде типа в нас что. Ой, у тебя толстая жопа, у тебя маленькие сиськи, у тебя редкие волосы, я не знаю, кривые зубы и так далее. Ну, то есть, большие уши, да? У тебя кривые ноги. Я, может, свои кривые ноги так люблю, да, и не замечала, что они у меня кривые. А какой-то мудак сказал мне про кривые ноги. И я теперь... У меня развелся... Это комплекс насчет своих кривых ног. А может, до этого я гордилась, ходила, знаете, как... Вот так вот. И вот один из таких вот мудаков ей попался. Мне кажется, нам попадались всем вот такие вот роды мудаки, которые нам внушили, что у нас толстая жопа или маленькие сиськи, да, девочки, согласитесь? Ну, это все вывелось у нее в фобию. Месяц общения с таким мудаком, представляете, повлиял на ее вот психику, да? Мы же разные, стрессовоустойчивые, по-разному смотрим на вещи, по-разному, да? Для кого-то пошел нахер, она там забыла звать, как его зовут. А для кого-то, да, вот из-за каких-то комплексов навешанных у нее началась развиваться фобия. Фобия у нас возникает, да, на нервной почве. Представьте, у нее развилась фобия, фагофобия называется. Это боязнь, страх, глотание еды. То есть человек боится, что он задохнется, ну, я так поняла, и умрет, да? Плюс еще, скорее всего, здесь страх смерти от того, что от удушья, что он задохнется, вот не в то горло, как попадет, да, еда. Кстати, девушка на меня как попала, она стала смотреть людей, которые едят. Чтобы одной, у нее страх, она одна боялась поесть. То есть, представляете, вот она могла там за три дня три вилки яичницы только съесть и все. То есть она с 85 килограмм похудела до 50, то есть 30 килограмм потеряла. Причем, она говорит, я ходила по разным психологам, психотерапевтам, я не знаю, как это, скорее всего, психологи, да, этим это лечат. Говорит, и за 5000 сеанс никто не мог меня вылечить. Она говорит, я стала смотреть людей, которые едят, вместе с ними проглатывать, что это не страшно. Она говорит, я стала разговаривать с собой, как дурочка, ну, типа, что это же не страшно проглотить еду, поесть вкусно, да? Вот, представляете, вот такие вот вещи творятся. И, кстати, про фобию. У вас есть фобии? Делитесь комментариями. Комментарии, какие у вас есть фобии? Может быть, вы тоже этим страдаете и стесняетесь сказать там. Он говорит, я очень этого стеснялась и говорить, а теперь да, я говорю, у меня фогофобия. Но ей намного лучше сейчас, я так поняла, стало, все, ну, она стала есть, вышла замуж, прекрасный человек. Но, представляете, вот это длилось год. То есть за год у человека вот такая вот фобия вылилась, да, вот это психическое расстройство, которое у нее. Не знаю, что творится, у меня какой-то весенний жор, прям весенний жор. Вот, и если вы страдаете, напишите. У меня, кстати, тоже есть фобия, которую я приобрела на фоне стресса. Это не из-за мужчины, слава богу, слава богу, это не из-за мужчины. Из-за мужчины единственное, я когда встречалась с парнями, у меня на нервной почве, ну, простите, да, я блюю на нервной почве. То есть, когда я встречалась с парнями, я вливала, не могла есть, и тоже худела там до сорока. Не помню, сорок с чем-то килограмм. Я помню, как-то рассказывала вам, что я была вообще худая-худая. Ну, естественно, это не есть хорошо. По мне, я лучше буду с животиком, да, там где-то бока у меня, но здорово, нежели приобретать таким способом вот эту нездоровую худобу. Худобу, вот, лучше я буду вот, ну, вот такая, какая есть, чем, ну, больная, это же, понимаете, это же, ты витамины не получаешь, волосы, ногти могут пойти по пизде сразу у тебя, да, потому что мы и употребляем пищу, какие-то витамины, что-то, ну, то есть организму-то надо питаться, да, а не на святой воде, как говорится, как говорится, быть, поэтому, поэтому вот так. Так, и по поводу фобии, я тоже приобрела фобию, у меня страх замкнутых пространств, я, мне тяжело очень ездить в лифтах, в лифтах, ой, в лифтах, господи, в лифтах. Да, я, конечно, перебариваю сама себя, страх трамвая, трамвай замкнутый, он едет, и, то есть, закрытые двери у меня периодически бывают такие, ну, не то, что триггерит меня, нормально бывает, меня прям потряхивает, и я не сажусь в трамвае, потому что лучше я пройдусь пешком, ну, вот это замкнутый просто, это тоже на фоне стресса у меня все произошло. Вот, и, какие еще фобии? Медвежья болезнь, да? Все тоже со мной это было, все это было, я признаюсь вам, что, да, у меня такие вот фобии были, ну, вернее, сейчас уже меньше, знаете, когда успокаиваешься, и жизнь налаживается другая, это случилось все вот в 2015 или 2014 году, и когда я не знала, что такое фобия вообще, и что, что со мной может произойти в один день, вот в один день это все произошло, я думаю, это что такое, ну, то есть, я тогда не читала, не углублялась, никто мне не рассказывал, что есть такие фобии, связанные с кишечником, связанные, там, с глотанием еды, и вот, пожалуйста, я тоже вот от девушки узнала, что есть такая фагофобия, что называется, ну, расстройство. Вначале людям всегда тяжело признаваться об этом, кто-то боится пауков, змей, фобия, какие еще фобии бывают, кто-то, ну, мне кажется, различные, конечно, сейчас, ну, как сейчас, вообще фобии существуют. И поверьте мне, в этом ничего стыдного нет, постыдного, да, наоборот, когда вы говорите, да, что у меня есть такая проблема, с которой я пытаюсь бороться, уговаривать себя, говорить, что это ничего страшного, от этого не умирают, я не умру от этого, да, это уже огромный плюс, там, половина работы сделана. Когда вы замалчиваете такие моменты, замалчиваете, когда это же вы в себе все держите, а когда вы в себе вот это постоянно мысли думаете, страхи, вы еще сильнее себя раздражаете внутри этим самым, нежели, знаете, не зря говорят, лучше выговориться, да, человеку и не держать в себе, потому что это, ну, из-за этого еще хуже будет. Шикарные пельмени. Ой, извините. Пошли сопли. Вот. И я, когда, ну, представляете, вот ты снимаешь мукбанги, рассказываешь тут какие-то истории. Жизненные свои, подписчиков. Что-то вы рассуждаете, обсуждаете, что-то происходит, оказывается, ты в этот момент, но это мне уже льстит, потому что это второй человек, который мне написал, что про девушку я про анорексию рассказывала, да, которая болела анорексией, стала смотреть мукбанги, меня, и которая мне сказала, Лиза, спасибо большое за аппетитный, вот мукбанги твои, мы гоняют аппетит. И вот вторая девушка про страх глотания. Вот. Представляете, все-таки польза какая-то есть. Ну, это, слава богу, это спасибо. Спасибо большое. Хотела сказать, ну, себе, да. Себе за себя. Поэтому, не бойтесь ничего. Вот это я тарелку пельменей махом съела. Все, я вас целую, обнимаю, пока-пока.